Всем привет! Всем добрый вечер! У нас начался дождик, второй день уже идет он, поливает хорошо, свежесть вокруг просто вообще классно и думается как-то иначе, попроще, чувствуешь себя более свободно в такую погоду. А сегодня я хотел бы всем рассказать такую информацию, а именно, вот мы покупаем все время яйца в магазине, и мы всегда берем их, да, говорим разные вещи, полезные они и полезные, как курицы несут, что курицы несут, чем их кормят, но основное, главное, что товарный вид яиц очень даже хороший. Я никогда не видел, чтобы яйцо, которое я покупал в магазине раньше, например, могло хрупким быть, с мраморностью какой-либо, либо разрушаться, когда я перекладываю тонкая, истонченная скорлупа. Этого нет. А почему? А потому что именно кормление несушек, для того, чтобы получить товарное яйцо, качественное, внешне, птицефабрики, большие птицеводческие фермы, они составляют корм для несушек определенным образом, учитывая некоторые факторы. И я хотел бы сегодня вам рассказать об этих моментах, что нужно учитывать для того, чтобы яйцо было очень хорошего товарного качества и вида. Итак, поехали! Итак, ребят, конечно же, питание кур очень сильно отражается на качество яйца. И если этот корм сбалансирован и питателен, то яйцо будет более хорошего веса, по массе желток будет более полноценным и большим. Поэтому питание птицы с хорошим содержанием протеина в корме увеличивает вес яйца, сам размер яйца, а также качество скорлупы. Повысить растительный протеин можно за счет внесения туда кукурузы. Кукуруза очень хорошо влияет на увеличение самого яйца и размера желтка, ну и в общем-то его цвет и все остальные характеристики. Что важно и нельзя забывать, при кормлении птиц в основные такие моменты повышенной яйценоскости, птица должна получать повышенную обменную энергию. Чуть выше протеинов в корме всегда положительно будут воздействовать на птицу, которая очень хорошо несется в определенный период времени, когда у кур есть повышенная яйценоскость. Не забываем, что количество протеина, процентом соотношения в корме должно быть примерно 16%. Это когда птица хорошо несется, как я только что до этого говорил. То есть мы увеличиваем присутствие кукурузы в корме. Также добавлять можно разные продукты, которые с повышенным содержанием протеина. Это не только растительного, может быть, но и животного происхождения. Многие увеличивают содержание жиров и протеина за счет добавления жмыха. Жмых может быть подсолнечника, жмых может быть соевый, шрот, если не ошибаюсь. Из льна делают тоже жмых. Да, он питателен, но длительное время нельзя им кормить. Так как у птицы начинает изменяться цвет желтка, вкусовые качества могут поменяться самого яйца. Поэтому переусердствовать в кормлении данными ингредиентами не нужно. Применяем их краткосрочно, но с часто периодичностью, что лучше будет сказываться на качестве и составе яиц. Так как жиры, такие как линолевая кислота, она очень полезна и она очень хорошо воздействует на формирование самого яйца. Также утолщается скорлупа, если протеинов достаточно в корме. На состав яйца также влияют витамины. Витаминные комплексы тоже вводят в корм птицы. Такой витамин, как каротин, провитамин А, он очень важен. Также для птицы он накапливается в организме у птицы и концентрируется в самом желтке. При достаточном его количестве, примерно где-то 15-16 грамм на тонну, если рассчитывать грамм на тонну, яйцо хорошо пигментируется. Состав яйца более полноценным. Жизнеспособным яйцо инкубационное становится. Меньше возникает таких проблем, как кровяное кольцо. То есть, развитие яйца, если запускается оно оплодотворённое, то инкубация проходит достаточно хорошо и положительно. При хорошем соотношении и вообще при присутствии витамина А в корме. Про многие витамины я рассказывал и питательные вещества в ролике. В ролике, который вы увидите в подсказках, там я кратенько описывал все питательные вещества, которые важны для птицы в кормлении. Не забываем, конечно, витамины группы В. Они все влияют на развитие яйца. Именно формирование скорлупы и вообще физиологические качества белка и желтка, они на это отражаются. То есть, наличие этих витаминов в норме очень положительно отражается на развитие зародыша и старт его роста. Витамин В должен присутствовать в кормлении материнского стада, родительского стада, для того, чтобы потомство было качественным и здоровым. Все мы знаем, особенно в зимний период, что витамин Д, его называют Д3, должен присутствовать в кормлении птицы. И он очень сильно влияет именно на формирование скорлупы, почему в зимние периоды идут истончения скорлупы, плохо усваивается кальций, формируется скорлупа-эмаль. Отсутствие витамина Д. Летом они загорают, получают витамины, через пигментацию, через кожу, перо у них в сальных выделениях, которые они потом счищая съедают, получают витамин Д птицы. Особенно утки этим любят заниматься, как говорится. Если в зимний период вы подкармливаете птицу, то нельзя сильно переусердствовать витаминами группы Д3, так как при повышенной, то есть там что-то, ну, в чем измеряется витамин Д, я точно не знаю, миллиграммы или миллионы там чего-то там на что-то, но если норма превышена витамин Д, то может произойти интоксикация организма, которая приведет к пагубным последствиям. Так что, все в норму, читать необходимо разные рецептуры и придерживаться рекомендациям на флакончиках или витаминных комплексах, как правильно подкармливать птицу в определенные периоды года. Как я говорил в ролике, который я тоже в подсказке включу, нажимайте на кругляшочек, там появятся рекомендованные видео, про жару, что если очень жарко, витамин аскорбиновая кислота очень хорошо помогает птице стабилизировать все процессы. Во-первых, помимо того, что она переносит очень хорошо жару, так причем этот витамин очень хорошо влияет на формирование яйца. И во время жары яйцо формируется не хуже, чем в обычные периоды, прохладного периода года. У меня, например, я добавлял аскорбиновую кислоту, но также присутствует зелень, которая тоже восполняет недостаток этого витамина. И птица несла хорошее плодотворенное яйцо, с учетом, что у меня жара была за 30 градусов в птичнике, стерильных яиц практически не было, все были достаточно оплодотворенные. И выводимость таких цыплят, вы видели, я вот продавал, недавно продал цыпляточек совсем. Все очень хорошо. Не забывайте, аскорбиновая кислота это помощник при очень жарких условиях содержания птицы. Но подошли к такой группе, мы добавок, которые тоже нужно считать, с которыми нужно тоже считаться, это витаминные, это минеральные комплексы. То есть, витамины без минералов не могут существовать. Так же, как и без жиров, белков, углеводов. Все эти компоненты очень тесно взаимосвязаны при кормлении. И именно сбалансированное питание, почему так и говорят многие, почему птицеводческие фермы делают сбалансированный корм, которым они кормят, и там есть и белки, и жиры, и углеводы, необходимые для птицы, и витаминные комплексы, и минеральные добавки. В состав скорлупы входит 94% карбоната кальция. Это основной строительный материал скорлупы, эмаль вот эта вся. Вы должны представить, сколько формируется и выделяется у птицы железами внутренней вот этой секреции. Эмали ежедневно некоторые куры несутся. Или через день, чтобы покрыть каждое яйцо плотной, очень плотной скорлупой, птица должна восполнять эти минеральные вещества. Появление мраморности, появление хрупкости яйца, это вызывается недостатком. Кальция в корме должно быть ограниченным. 3-4 грамма на птицу в сутки, ни сушку, ни более. Петухи должны получать 0,5% до 1 в сутки. Это максимум. Мне вообще не так много нужно кальция. будет хорошо воздействовать. Это примерно 3,5% от суточной нормы корма на одну курицу. Должно быть кальций, ракушка. Также в состав корма должен входить натрий. Его присутствие тоже очень хорошо воздействует на формирование скорлупы и костяка вообще у птицы. причем его можно заменять 50 на 50 содой. Также кальций и натрий можно заменять золой древесной. В древесной золе очень большое количество разных минеральных веществ. Там есть также и в золе всевозможные там почти вся таблица Менделеева, которая очень нужна для птицы. помимо ванных золь золь для птицы ее можно золу добавлять в зимний период в корм, что тоже восполнит очень хорошо недостаток кальция и натрия. И натрий без кальция не может существовать, вы должны это тоже знать. Скорлупа будет всегда прочная и птица не будет яйцо давить, что будет приводить в дальнейшем к склевыванию целых яиц. Поэтому в рационе помимо вот этих основных включают еще такие важные минеральные вещества как цинк, магний. Это редкие элементы, их вводят в корм тоже. Они очень благотворно влияют на формирование развития вообще организма, на формирование яйца, на товарные качества, белка, желтка тоже влияют минеральные вещества. Так что не забывайте, что вы своими руками, а именно когда вы кормите птицу, создаете яйцо, которое будет либо хорошим, либо не очень хорошего качества. И вы должны иметь ввиду, что вот эти ингредиенты очень хорошо воздействуют на инкубационные качества яйца. И в следующем видео, которое будет в разделе для начинающего птицевода, я расскажу вам о том, как необходимо регулировать и изменять по времени кормления птицы для того, чтобы полноценным было питание, не завышать определенные ингредиенты, которые организму птицы в определенный жизненный цикл не требуются. Я, например, недавно узнал от Насти Лепатовой, что петухам кальций, натрий, вот эта скорлупа в больших количествах не требуется вообще, минимальная доза нужна, потому что это влияет на оплодотворяемость яйца самого, именно петухами, поэтому кормление производит кур даже в двухъярусном виде, то есть внизу корм для кур, повыше какие-то кормушки, где петухи, они выше, кладут корм без большого содержания кальция и натрия, так что столько нюансов и хитростей, которые мы не знаем и постараемся вместе узнать, расширить свои познания, всем пока-пока, подписывайтесь на мой канал, я буду благодарен, нажимайте пожалуйста на значок, рекомендованные видео тоже есть в подсказках, нажимайте, выбирайте, пока я буду вам подсказывать, помогать в дальнейшем обязательно, удачи! удачи! пока-пока, пока-пока. Продолжение следует...